Привет, просветители! Мне иногда кажется, что мы с вами живем в какой-то параллельной вселенной. Что-нибудь из серии Marvel What If. Извини, Харли. Но потому что просто не может в реальном мире на серьезных щах такое твориться. Скажите, что я прав. Не могут политики раз за разом пробивать дно своими высказываниями и при этом не только не терять свое место под государственным солнцем, которое якобы светит всем одинаково, но и своеобразное повышение получать. Как молоко за вредность. Вот когда вы думаете о защите женщин и детей, вам тоже на ум сразу же Виталий Милонов приходит? Нет? Странно. А вот умные дяди и тети, руководящие нашей страной, слава России, решили, что лучшего кандидата придумать просто невозможно. Ключевое слово невозможно. А давайте постоянно заявлять, что дети, семья и демография наши приоритетные направления, важнее ничего нет. Но отвечать за эту важнейшую часть общества поручим политику, у которого что ни высказывание, то отвал всего. А давайте, подумали депутаты и, похоже, сломали мультивселенную. Депутат партии Единая Россия Виталий Милонов был избран заместителем председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей. Идеально. Во всей стране более компетентного и адекватного человека не нашлось. Слава России. И, естественно, защитник женщин, отритесь феминистки, тут же начал фонтанировать предложениями. Одно круче другого. Ой, мама дорогая. Небольшое уточнение. Я понимаю, что если не вдумываться, может показаться, что мы сейчас какие-нибудь прямые эфиры Даши Корейки или интервью Дани Милохина обсуждаем, или очередного гуру из Инсты. Но этот человек сидит в Госдуме. И он теперь отвечает за семью женщин и детей в нашей стране. Слава России. За те высказывания и предложения, о которых мы сегодня будем говорить, этот человек получает бюджетные деньги. И раз его продолжают продвигать, значит, наша политическая элита с ним согласна. Это лучшее, что смогла предложить Российская Федерация своим гражданам. Держите, пожалуйста, это в голове. Вот, предположим, вы попали в комитет по вопросам семьи, женщин и детей. Ну уж, если мечтать, то масштабно. Ваши первые шаги. Вот на что бы вы в первую очередь обратили внимание? Абсолютно верно. Трансгендеры. Ведь это именно тот вопрос, который беспокоит любую многодетную семью. Одной из инициатив Милонова станет отмена федерального закона об акте гражданского состояния, предусматривающего возможность изменения гендерного маркера в документах. У каждого из нас могут быть свои взгляды на изменения пола. Вопрос не в этом. Эта инициатива действительно то, с чего стоит начинать путь в светлое будущее российских семей. У нас в стране более насущных вопросов нет? Только акты гражданского состояния жить мешают? Я уже говорил. Есть официальная статистика. Каждая вторая многодетная семья в России находится за чертой бедности. Что же делаем мы? Тут, короче, кто-то хочет пол поменять. Правильно расставленные приоритеты. С другой стороны, Виталий не только о трансгендерах успел высказаться. Депутат Виталий Милонов призвал изменить критерии признания семей многодетными. В беседе с газетой РУ он объяснил, что многодетными необходимо признать только семьи, в которых воспитывается более пяти детей. В России, если в семье есть три ребенка, это в 50% случаев бедная семья. Хотя государство вроде таким семьям помогает. Виталий же предлагает, судя по всему, тем же самым людям еще парочку родить, и вот тогда уже точно станут многодетными. Ну и заодно и плюшки от государства посыпятся. Три ребенка в семье. Денег на нормальную жизнь у родителей нет. Окей. Появляется четвертый. Все становится еще хуже. Да, дети это счастье. Только вот это счастье еще и кормить, и одевать нужно. Но если детки будут погодками, и семья не умрет с голодухи, и все же заведет пятого, вот тогда, вот тогда и поедите. Ну и раз речь зашла о еде. Когда времени мало, а есть надо, ну, хотя бы иногда, а лучше три раза в день, хорошо, что есть локальные доставки еды. Те, что везут быстро, чтобы кухня рядом с вашим домом. При этом хочется разной еды. Вкусной. Итальянская кухня, может иногда японская. Или вообще гавайская. Ну или просто нужно накормить семью, друзей, гостей. Ну или коллег обедом прямо в офисе. Вот как мы и сейчас. На съемку заказали много еды, чтобы монтаж удался. Нашим зрителям из Москвы везет. Ведь им еду в любой момент везет фудбенд. Это быстрая доставка еды ресторанного качества по всей Москве. У фудбенд свои курьеры и современные кухни по всей столице. Так что реально быстро повезут еду на любой вкус. В меню все самые вкусные блюда из разных стран. И горячая пицца прямо из печи с множеством начинок на любой вкус. И свежие роллы с лососем или креветками. И модные гавайские поки. И вок с мясом или овощами. И много другой азиатской кухни в удобных коробочках. Как часто показывают в сериалах. А также салаты, закуски, десерты. Есть все. Вот вы что любите? Пицца, вок, поки, крылышки барбекю. Не хотите выбирать? Берите сеты. Там блюда уже собраны в комплект. На одного, на пару для романтического ужина. Или на компанию. Своим голодным зрителям дарю промокод ОСТАПОВ. Это хорошая скидка до 25% на все-все заказы Фудбенд и на любые блюда. Переходите по ссылке в описании на сайт или скачивайте приложение Фудбенд для смартфона. Пишите промокод ОСТАПОВ. Можно вводить прямо по-русски любыми буквами, большими или маленькими. Фудбенд привезет еду в любое время суток в любую точку Москвы. И даже немного замкат. Если вы решили, что это все новые инициативы Милонова, то держитесь за свои стулья. Сейчас мы отправимся в открытый космос, потому что этот горшочек все варит и варит, варит и варит, варит и варит, варит... На турок массово поступают жалобы из-за их недобросовестного поведения. Об этом 17 октября заявил член комитета Госдумы по вопросам семьи и женщин и детей Виталий Милонов. Он считает возможным вести запрет на поездки в Турцию для незамужних россиянок. Но если это не защита женщин, то я даже не знаю. Хотя, конечно, кто-то может усмотреть в словах депутата дискриминацию. Глупые фемки, тупые леваки. Человек же просто о безопасности беспокоится. Неужели непонятно? Вот где бы вы другого такого помощника женщин смогли бы найти? Другого такого нет. И это уже не шутка. Естественно, подобные предложения и инициативы очень удобны власти. Во-первых, появляются реальные враги. И если постоянно с кем-то бороться, особенно приправив это криками и активной жестикуляцией, рано или поздно кто-то реально поверит, что определенная группа – главный камень на пути прогресса. Во-вторых, чем абсурднее громче очередное высказывание, тем больший шанс, что внимание общества сместится с реальных проблем на эту шелуху. Но у нас же вроде есть конституция, законы. И когда представитель власти в своих речах дискриминирует и оскорбляет целые категории населения, это вызывает вопросы. Где реакция вышестоящих инстанций? Шоу точно не зашло слишком далеко? А так как реакции нет, зато есть продвижение по службе, становится понятно, что либо этот спектакль выгоден, либо высказывания товарищей не такие уж и странные с точки зрения нашего государства. Давайте вот просто по верхам пробежимся. Депутат Государственной Думы Виталий Милонов, разместив на своей странице ВКонтакте лозунг «Православие или смерть?» не вкладывал в это ничего злонамеренного, поэтому не стоит обвинять его в экстремизме, заявил РИА Новости ведущий интернет-проекта «Батюшка онлайн» Ира Монах Макарий. Согласно федеральному списку экстремистских материалов, этот лозунг признан экстремистским решением Черемушкинского районного суда Москвы еще в 2010 году. Экс-глава Патриаршей Пресс-службы Протерея Владимир Вигелянский заявил, что не видит в этой фразе экстремизма. Это высказывание ни на кого не направлено, ни к чему не принуждает. Люди говорят о собственной позиции. Это их личный выбор, полагает священнослужитель. То есть, если я на своем канале заявлю «Вставьте сюда какое-нибудь слово или смерть», меня не признают экстремистом. Это же ни на кого не направлено, ни к чему не призывает. Я просто имею в виду духовную гибель. Высокие материи. В Чувашии возбудили административное дело против координатора «Открытия России» Дмитрия Семенова из-за перепоста фотографий Виталия Милонова. Семенова вызвали в полицию из-за перепоста фотографий Милонова футболки с надписью «Православие или смерть» в 2014 году ВКонтакте. Дело завели по статье «Производство и распространение экстремистских материалов». Ранее к Семенову домой пришли полицейские и попросили его проехать в отделение для дачи объяснений. Ну и как вам такое? Футболку носит Милонов, а административка на другом человеке из-за репоста. Фотографии с Милоновым. Это вообще как? Вот точно такой же вопрос возник и у Европейского суда по правам человека. А вот ответ нашей страны. В ходе осмотра фотографии установлено, что на ней изображен Милонов с предметом, похожим на огнестрельное оружие в руках и подающийся прочтению надписью, надетой на нем футболке «Лавье или смерть». Ввиду нечеткости фотографии, воспроизводящей лишь часть возможного экстремистского лозунга, а также установленного в ходе проверки отсутствия Милонова умысла, направленного на возбуждение ненависти или вражды, оснований для проведения прокурорской проверки и принятия мер прокурорского реагирования установлено не было. Но если ты делаешь репост фотографии с Милоновым, то здесь уже, конечно же, кроется злой умысел, и ты уже экстремист. Мы, конечно, все равны перед законом, но некоторые чуть-чуть ровнее. Депутат Милонов также известен своими высказываниями против преподавания в школах теории Дарвина, отмечая недоказанность эволюции и божественное происхождение человека. Теорию эволюции депутат называет теорией гуся и порося. Ммм, гуся и порося, говорите? Срочно в комитет по вопросам семьи и детей. Срочно! Либеральным бесом претит наличие иконы в школе. Икону нельзя повесить, а вот Дарвина с его непонятной теорией свиньи, из которой он почему-то произошел, можно? Может быть, либеральные бесы выступают против икон в школе, потому что у нас светское государство? Вроде бы. Все еще. А во-вторых, в российских школах учатся не только православные дети. Тогда уж будьте добры и статуи Будды. Ну и если человек не понимает, почему портрет ученого гораздо уместнее в образовательном учреждении, нежели религиозная атрибутика, то тут, как говорится, мои полномочия, все. Любой нормальный человек знает о том, что человечество произошло от Адама и Евы. Любой нормальный человек. Отличная фраза для депутата. Не прикопаешься. Опять же, никаких оскорблений. Ну не веришь ты в Адаму и Еву? Ты ненормальный. Главное, что чувства верующих защищены законом. В феврале 2012 года депутат придумал посылать на борьбу с преступлениями в сфере нравственности специальные казачьи дружины. Добровольческие дружины? Это хорошая идея. Я думаю, казачество нам в этом поможет. Есть закон о казачестве. Вот вам, пожалуйста, добровольная организация и верующие люди, заявил он тогда. Дружины так и не были созданы. Пока что. Опять же, очень важно, что именно верующие. Никакого ущемления атеистов. Нет, что вы. А можно узнать, почему верующим людям даются какие-то преференции в борьбе с нравственными преступлениями. Опять же, что у нас в Конституции сказано? Статья 14. Хотя у нас по Конституции дети являются важнейшим приоритетом политики. А за их права теперь Виталий Милонов отвечает. Поэтому, почему бы не казачьи патрули? В Комитете по законодательству петербургского парламента готовятся изменения в Конституцию, которые придали бы эмбрионам права обычных граждан Российской Федерации. Если предположить, что предложение найдет отклик на уровне федерального законодательства, аборты автоматически будут приравнены к убийству, пусть и на внутриутробном этапе жизни. Собственно, это является основной задачей законопроекта. Тогда в Петербурге у Милонова не получилось осуществить свою идею. Но теперь на уровне Комитету Госдумы, возможно, все наконец-то срастется. В 2015 году Милонов попросил проверить психологический феномен Child Free на предмет отклонения от нормы. Предлагал также проверить тех, кто озвучивает эти взгляды в интернете и СМИ на экстремизм. В 2019 году предлагал уничтожить Child Free на корню на территории России. Вот высказывания Виталия, особенно те, о которых речь пойдет дальше, это не экстремизм. А Child Free, ну, тут уж сами понимаете. Крут, чё? Дорогие женщины, не волнуйтесь, ваш представитель в Комитете Госдумы обязательно защитит ваши права. Ну, если вы, конечно, не Child Free. И в Турцию с Томиком Дарвина не направились. Почти каждый год Виталий Милонов предлагает запретить проводить в школах и детских садах празднования Хэллоуина. Говорит, что не считает нормальным то, что дети переодеваются в монстров и ведьм и устраивают жестокие розыгрыши и оргии. А вы тоже в школе в хэллоуинской оргии участвовали? Виталий Милонов обратился в Роскомнадзор, призываясь заблокировать на территории РФ приложения и сайты для онлайн-знакомств. Как он сообщил, пользователям таких ресурсов лучше обращаться в специализированное агентство. А зачем нужны сайты знакомств? Знакомьтесь, как люди. Эти сайты превратились в пещеры мрака, ямы с кипящей проституцией. 99% связей на таких сайтах случайные. Мне кажется, впервые за всю историю моего канала мне физически больно от подобных новостей. Ой, Господи. И опять же, возможно, с одной стороны это и смешно, но с другой, это действующий депутат Госдумы. Запретить школьникам с 1 по 11 класс красить волосы и наносить косметику предлагает депутат Госдумы Виталий Милонов. Он уверен, что решить проблемы школьного буллинга и уменьшить зловредное влияние массы поп-культуры на детей и подростков поможет создание этикета учащегося. Вот это глубина анализа. Именно такие мыслители и должны законопроекты разрабатывать. Нет косметики, нет буллинга. Да какова красота. Человек с этим уровнем экспертности теперь отвечает за ваших детей. Про борьбу Виталия с геями я даже говорить не хочу, об этом вся Россия знает. Я про экстремизм хочу вспомнить. Вот в этой речи уважаемого депутата точно никаких нарушений нет. Надо быть гуманным. Как мы боремся с бездомными кошками? Мы их стерилизуем. Геев тоже надо стерилизовать. И будет все хорошо. Открывать для них приюты, кормить их кормом в конце концов, сказал Милонов. Оставим на обочине этичность данного заявления. Меня больше интеллектуальное развитие. Защитника семьи, женщин и детей интересует, как стерилизация в борьбе с геями поможет. Он отметил, что милых кошаков нельзя сравнивать с геями. Есть разные животные. Кошечки, собачки, козочки, козлы. Ну и конечно низшая стадия развития животного мира это геи. Нашли ли в этих словах экстремизм? Нет. Зато повышение дали. Вот так. Человек призывает стерилизовать тысячи людей открыто их оскорбляет и этот человек депутат. Многие из нас считают, что за слова сажать нельзя. Ну просто высказал человек свою позицию. Он не должен за это отвечать перед государством. И такая точка зрения вполне может существовать. Только вот беда. В нашем государстве за слова уже сажают. Только вот не за эти. И не этих людей. Вот в чем разница. К сожалению, многие относятся к деятельности Виталия приблизительно как к роликам отрядов Путина. Ну это ж просто шоу. Че еще сказанут? Но этот человек уже не просто в Госдуме. Он на острие российской семейной политики. Сказать, что меня это удивляет? Ложь. Присутствие Виталия Милонова с его безобидными предложениями на самой верхушке власти настоящая лакмусовая бумажка для нашего государства. И наличие таких товарищей, для которых вера важнее закона, если что, это не мое наблюдение. Эт цитата. На политическом олимпе светского государства, увы, не вызывает улыбки, а пугает. Но это наша с вами реальность. Слава России! Пока мы смеемся над очередным перлом, эти люди принимают законы. Пока мы отходим от новой инициативы, веселого депутата, в нашу жизнь тихонечко пролезают гораздо более важные изменения. Привет, пенсионная реформа. Но тут россиянок в Турцию не пускают и предлагают геев стерилизовать. Но Павел, скажете вы, ведь Виталий в том комитете по вопросам семьи, женщин и детей не один. Чего переживать? Да, там теперь Татьяна Буцкая есть, а уж точно за Милоновым присмотрят. Правда, вот главная медийность к ней пришла после вот этого вот предложения. Председатель Совета Матерей Татьяна Буцкая заявила в эфире радиостанции Говорит Москва о необходимости ввести в России налог на бездетность. Я снимал про эту ситуацию ролик и хочу сейчас вставить небольшой отрывок. Он, как мне кажется, просто отлично характеризует Татьяну. Еще один депутат заявляет, что ничего она не предлагала, ее не поняли, все вырвано из контекста. Хайпуют, но ее фразер. Да, именно так она написала в своем инстаграме. Человек не любит детей. Вот человек не любит детей, действительно не хочет их иметь, но вот есть действительно такие люди. Средства контрацепции существуют, но зачем ему платить, если он не хочет? Прекрасно, не любит, пусть платит налог и не любит дальше, ну, не любит. Так, но платить должен при этом. Ну, да, значит он, то есть он либо не любит детей, их рожает, либо не любит и платит за то, что он не любит. Это, как я понимаю, тоже не ваши слова. А, нет, они просто вырваны из контекста. Ну, поверьте, что из-за этого налога это не будет там налог, равный материнскому капиталу, да, вас не будут просить сразу же заплатить 600 тысяч рублей. Сколько это стоит? Сколько это стоит? Какая-нибудь, не знаю, гипотетические 500 рублей в месяц, там, 300. Никто из-за этих денег не пойдет рожать ребенка. Тогда в чем смысл этого налога? Да, ну, то есть вот так вот, чтобы не буду я платить эти 300 рублей, уж лучше я рожу, конечно, нет. Вот, но тем не менее, понимание того, что я беру на себя ответственность, и я вот здесь вот ставлю галочку, да, я делаю, я строю карьеру, я живу для себя, я путешествую, я самореализуюсь, я получаю 5 образование, ну, и я согласен платить 300 рублей, пока, ну, вот 45 лет я, конечно, рожу, и в общем, все хорошо. Чувствуете, как буквально каждая фраза кричит о том, что Татьяна против налога на бездетность? Не чувствуете? Ну, и плохо. Системы пока нет, да, мы сейчас набрасываем идеи, такой, у нас идет брейншторм, в корзину, откуда взять деньги в элементный фонд. И я вспомнила про этот налог, да, только как, да, там, через запятую. То есть, конечно, те идеи, которые у нас в результате останутся в сухом остатке, идей там очень много. Что-то мне от этого вашего брейншторминга страшно становится. Хотя, это же просто вырвано из контекста. И вот теперь эта дама с вырванными из контекста фразами дорвалась до реальной власти. Что у них за идеи насобирались в корзине, мы, скорее всего, увидим в самое ближайшее время. В одном можно не сомневаться. Семейная политика России в надежных руках. Лайк или смерть? Никакого экстремизма.